Всех приветствую. Мы решили провести встречу и сделать такие встречи регулярными, для того, чтобы можно было общаться меж соратниками, союзниками, сочувствующими и любопытствующими. Чтобы мы те острые вопросы, которые обсуждаем в переписках каких-то, могли обсудить и очно, потому что очное общение ничем невозможно заменить. Поэтому сегодня предполагается не какой-то монолог, а обсуждение ситуации, в которой находится наша страна, наше движение, какие-то нюансы, связанные с текущими обстоятельствами и что нужно делать. Как всегда, кто виноват и что делать? Какие еще могут волновать вопросы русского человека? Самое главное для нас было самоопределиться по поводу выборов. Обстоятельства таковы, что участвовать в этих выборах мы в принципе не могли, потому что мы незарегистрированная организация и регистрация для нас невозможна. Это мы видим по опыту и других партий, которые пытались зарегистрироваться, может быть, не столь нам близкие, но которые обладали достаточными финансовыми, организационными ресурсами и были где-то в нашем секторе, заявляли о себе как о националистах. Но у них ничего не получилось и у нас была такая стратегия иметь какую-то партию, зарегистрированную, в которую мы могли бы в список там несколько своих человек внедрить и в выборах поучаствовать. Это была партия Селезнева, партия возрождения России. С ними не раз были переговоры на эти темы, они готовы были с нами вместе быть и, точнее, пользоваться и нашей поддержкой, и включать в свои списки. Ну вот Селезнев, к сожалению, скончался и все эти договоренности пошли прахом и эта партия не смогла выйти, не смогла зарегистрироваться как избирательное объединение и поэтому ничего у них не получилось. Все как-то сжимается и политическая сфера остается, можно сказать, без национально-патриотического движения как такового. То, что легально, то должно быть лишено каких-то признаков русскости и национально-патриотической ориентации. Поэтому мы действуем в рамках тех возможностей, которые нам предоставляет судьба. И в этой ситуации, я считаю, что мы совершенно правильную позицию заняли, не начали искать, кого бы там поддержать, какого-нибудь депутата. Ну, были, там можно было кого-нибудь поддержать, но все, кого можно было поддержать, они пролетели со свистом, можно сказать. Ну, там можно было поддержать Алксница, например, в Подмосковье, хотя он нам идеологически не близок, но, по крайней мере, это честный человек. Или там можно было поддержать Мельниченко, который где-то там в Сибири баллотировался, но, как видно, ему это не очень было нужно. Никто, собственно, к нам и не обращался, поэтому как-то кого там было поддерживать непонятно. Поэтому позиция, на мой взгляд, была занята совершенно правильно, бойкот этим выбором. И эта позиция была поддержана большинством граждан России, а если касаться русских граждан, то подавляющим большинством граждан России. Не до всех мы, конечно, достучались, и это заслуга не только наша, но и ныне действующей власти, которой избиратели уже не нужны, и люди уже не доверяют этой власти. Поэтому, в общем, мы можем сказать, что мы добились успеха в связи с тем, что правильно заняли позиции по отношению к этой власти. Эта позиция оказалась близка или тождественна той позиции, которую занимает большинство русского народа. Власть чужая, ничего на этих выборах делать, коль скоро наших на этих выборах нет. Ситуация развивается дальше. Вроде как сейчас выбрали, и спокойно дальше можем отдыхать. Объявили, что выборы были легитимными. На самом деле, все разворачивается на наших глазах. Эта дума не имеет никакого значения для дальнейшего политического процесса, потому что она в нем не участвует. Политический процесс будет связан с теми мерами, которые уже правительственные чиновники начали предпринимать. Повысить налоги, повысить ЖКХ, все повысить и, можно сказать, по миру пустить подавляющее большинство граждан, свободное предпринимательство уничтожить. В общем, возвращаемся, как Кургинян предвкушал, СССР 2.0. Вот он, СССР 2.0. У нас только в скукоженном состоянии. И вполне возможно, что где-то за кулисами существует проект расчленения страны еще раз. Ну, еще раз сломать этот механизм и маленькие государства, где там такие мелкие свои интересы, амбиции, войны между собой за обладание той или иной нефтяной вышкой. Вот один из сценариев, который подспудно существует. Второй сценарий – это медленно умираем все вместе. Либо раздельно, либо все вместе. Нам не улыбается ни то, ни другое. И думаю, что в тех слоях, которые неправильно называются политическими элитами, там возникает запрос на некое фундаментальное изменение ситуации. Вот фундаментальных изменений те партии, которые находятся в Государственной Думе, предложить не могут, не хотят. И не это их задача. И те люди, которые их туда привели, считают, что это и не их собачье дело. Их дело – это штамповать все то, что им скажут из Кремля, из администрации президента. А с нашей стороны возникает надежда, что даже в этих кругах есть хотя бы какое-то ядро, которое заинтересовано в сохранении государства и в его успешном развитии. Вот этих людей, мы ожидаем их появления. С чем будет оно связано, пока сказать невозможно. Если проводить аналогию с судьбой СССР и КПСС, то все это появляется, можно сказать, почти внезапно по историческим меркам. В течение двух-трех лет сценарий разворачивается и реализуется. Один сценарий может реализоваться гибельный, так же, как в СССР, а может иной сценарий. Потому что там все было на грани. Вот чуть-чуть в сторону, чуть-чуть там несколько чиновников заняли бы другую позицию. И в этой точке ветвления мы бы пошли по какому-то другому пути. Не по тому, по которому нас подтащили ельцинисты, а теперь тянут путинисты. Наша задача в этой ситуации сохраниться как идейно сплоченное ядро. Прежде всего, идейно. Мы не имеем тех средств, которые имеют и другие партии, но тем не менее, мы пока вот даже в очень жестких условиях продолжаем сохраняться и действовать. И как агитационная машина, она все-таки дает свои плоды, и как организационное ядро. Вокруг нас в основном и действует Русский национальный фронт. Можно сказать, это последняя национально-патриотическая структура коалиционного типа, которая существует. Все остальные растворились, разбежались, предали, утратили интересы и так далее. То есть мы вот на этом фланге, можно сказать, остались одни вот в этой коалиции. Эта коалиция существует благодаря нам в основном. Хотя надо сказать, что в последнее время вес наш уменьшился, потому что уменьшилась и наша собственная активность. Я надеюсь, что когда мы будем собираться более или менее регулярно, здесь или в каком-то другом месте, если хватит денег, то будем здесь арендовать, что мы как-то оживимся и найдем все силы привлекать новых людей и сами участвовать в тех акциях, которые проводятся или там камерно, в виде каких-то конференций, или проводятся на улице, там митинги, пикеты, шествия. Надеемся, что русский марш мы в этом году проведем, несмотря на то, что провокаторы, связавшиеся с либералами, тоже будут проводить и будут получать на это деньги от либеральных структур и от Запада, естественно, через эти либеральные структуры. Мы должны держаться своего, держаться своей позиции, во что бы то ни стало, держим наш фронт. Если такова судьба, что Россия погибнет, то, наверное, и нам не жить. Поэтому мы рассчитываем все-таки, что успех будет, и он будет связан с крахом этого режима. Моральный крах на этих выборах, я считаю, уже состоялся. Все цифры показывают, что фальсификация на выборах была тотальная. Уровень поддержки так называемой партии власти не более 15%. Статистика об этом говорит совершенно точно. И эта поддержка обусловлена только административным ресурсом и ресурсом промывания мозгов через средства массовой информации. Стоит эти ресурсы отключить, и вся эта Единая Россия и ее сателлиты исчезнут мгновенно. Просто мгновенно. Поэтому мы и ждем того мгновения, когда у них будет отнято то, что им присвоено незаконно и не на пользу нашей стране. В этот момент мы и должны, как сплоченная команда, выйти и заявить о правах русского народа на власть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!